Здравствуйте дорогие товарищи! Сегодня я хочу с вами обсудить электромашины. И не гибриды, а полноценные электромашины. На данный момент на рынке сформировалась такая ситуация. У нас есть маленькие тошнотики, ярким представителем которых является Nissan Leaf, которые маленькие и тошнотненькие. И у нас есть премиальный сегмент, в котором безраздельно правит бал дорогущая Tesla. И как быть, если я вроде бы не против нового электрического будущего? Но тошнотики и Leaf мне не нравятся, и при этом у меня недостаточно денег на Tesla, потому что для такого сегмента автомобилей я откровенно нищеват. Получается, что у нас есть огромная пропасть между ними. Так или нет? На самом деле нет. И именно для того, чтобы заполнить эту пропасть, компания Roeve выпустила ERX-5. Редактор субтитров А.Семкин ERX-5. Полноценный пятиместный кроссовер с запасом ходов, феерические 400 километров. При условии, что он будет ехать 60 км в час на круиз-контроле по специальному треку с отключенной печкой, музыкой. И просто всем, что только можно. Ничего нельзя включать. Но на реальной жизни он проедет 320 километров. Или 280. Не, ну 250 – это прям 100%. Вот именно так представитель компании Roeve объяснил, насколько проедет наша машина, когда передавал ее нам в пользу. Несмотря на оттяпанную нас кривым маркетингом 150 км, мы все еще имеем 250 км в запасе. Который должно хватить на полноценный день жизни, даже в таком огромном мегаполисе, как Пекин или Шанхай. И чтобы удостовериться в этом, мы проведем полноценный тест. Это будет не просто обзор, а мы проведем эксперимент. Мы проживем один день из жизни владельца ERX-5. Но для этого нам нужно переместиться в самое утро. Поехали. Да, друзья, как видите, утро борца за все экологическое против всего плохого мало чем отличается от утра такого же человека, который садится за руль 5-литрового 8 и своими замечательными хлопными газами убивает ледники в Арктике и огромное количество кислорода. Но разве что, когда мы включаем печку в нашей машине через смартфон, через приложение, мы включаем только печку. При этом не включается двигатель, которого просто-напросто нет, соответственно, и греть его нам не нужно. Самим приложением в наше время ты мало кого удивишь, потому что сейчас приложение делают даже для чайника. Сам наш экологический брюзга мало чем отличается от бензиновых машин. Более того, в его линейке еще целых две машины, которые используют бензиновый двигатель. Первая называется ER5. Это полностью 2-литровый бензиновый двигатель, который разгоняет машину до скорости в 100 км в час за 8,5 секунд. Вторая машина называется ER5. И в отличие от нашего ER5, там Е маленькая. И это гибридная машина, которая приводится в движение электрическим мотором. Бензиновый двигатель установлен в первую очередь для того, чтобы вырабатывать электричество для нашего замечательного гибрида. Итак, утро, товарищи. Утром мы, как и положено, пилим наработку. Несмотря на то, что уже 11.57, нам это простительно. Ведь мы с вами личности непростые. У нас электрокар, у нас замечательные взгляды на жизнь, мы бережем окружающую среду. Значит, мы можем и работать чуть-чуть попозже. И чтобы соответствовать образу такого человека, мы выбрали гипотетическое место работы в кремниевой долине города Пекин. Этакий IT-оазис среди каменных джунглей. До которого нам ехать через половину города. И поедем мы по пятому кольцу. Именно на этом пятом кольце мы с вами приблизимся к максимальной скорости, которую может развивать наш гоночный болид. И, к сожалению, это грустная новость. Потому что наша максимальная скорость составляет жалкие 135 км в час. Это... это... Это фиаско, братан! Почему так, спросите вы? Да потому, что у нас электродвигатель мощностью всего лишь 85 кВт. Для сравнения, у Tesla Model X мощность двигателя состоит 386 кВт. Наш разгон до сотни тоже вызывает одни лишь слезы. Потому что время, необходимое для этого разгона, составляет 12 секунд. Но, с другой стороны, стоит отметить тот факт, что максимально разрешенная скорость в Китае на дорогах общего пользования 120 км в час. Такая скорость разрешена на платных скоростных трассах. То есть, создатели машины оставили нам целых 15 км для бунтарства. Но мы, конечно же, ничего нарушать не будем. Мы будем ехать максимум 120. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 140, да. Это первая машина, на которой я разогнался больше, чем скорость по паспорту. Хулиганы. У нас в машине установлена батарея объемом 48,5 кВт в час. Для сравнения, в Tesla Model X стоит батарея на 100 кВт в час. И мы получаемся в данной ситуации как бы ровно в два раза меньше. С другой стороны, Tesla стоит в 5 раз дороже, чем наша машина. Соответственно, за 1,5 стоимости Tesla мы получаем целую половинку Tesla. И мы получаемся мегапрактичные клевые чуваки. В Питере таких называют капитальные красавчики. Да в рот вам ноги! По меркам китайского автопрома, салон RX 5 просто великолепен. У нас хорошие материалы. Выглядят визуально, они отлично. Щупаются мягенько. Здесь тоже мягенько. Правда, понимается, что тут кожа тоненькая. Она прям тонюсенькая. Но, тем не менее, ощущается это дело все отлично. Все кнопочки на своих местах все хорошо подогнано. Нигде ничего не скрипит, не брякает, не крякает. В этом плане машина производит просто отличное впечатление. В целом, по оснащению. У нас есть полный электропакет всех стекол. У нас есть блокировка двери. Как ни странно, у нас есть регулировка зеркал. Есть круиз-контроль неадаптивный, простецкий. В целом, все смотрится интересно, стильно и новенько. Видно, что ребята посматривали на хорошие европейские машины и на ту же Tesla. На центральной консоли у нас есть кнопка управления режимами движения. Режимами работы системы KERS. Переключатель скоростей. Кнопочка отключения трекшн-контроля. И помощь при спуске. Также есть электрический ручник и функция автохолд. В целом, все выполнено весьма практично. Нету никакого пластика, который вот ломается, коцается, сразу на нем что-то появляется. Все сделано хорошо и прослужит карантинный срок стопудово. Для полного понимания, что такое RX-5, обязательно стоит поговорить о стоимости машины. Как только она выезжает с завода, она стоит 2 миллиона 500 тысяч рублей. А когда вы придете в салон, стоимость упадет до 1 миллиона 800 тысяч рублей. Как так происходит? Ведь если речь идет о обычной бензиновой машине, то стоимость после конвейера только возрастет. Минимум 10% налог плюс дополнительные сборы. А вся суть здесь в субсидиях от государства и от конкретных городов и провинций. Борьба за экологию и чистоту лапок ежиков. Это все государственные региональные субсидии. Борьба за экологию и за чистоту лап ежиков в пригородной среде. Мало того, многие из вас наверняка знают, что в Пекине не так уж просто поездить на обычной бензиновой машине. Если у вас номера не Пекина, то вы не можете заезжать в город в часы пик. И проезжать центр вы не можете вообще никогда. Чтобы получить пекинские номера, нужно отстоять в огромной очереди, которая дойдет до вас только к тому моменту, когда уже вы несколько раз успеете умереть. Другой способ это заплатить около 900 тысяч рублей за номера и попасть в укороченную очередь. Но даже когда вы получили вожделенные пекинские номера, вы все равно не можете ездить в этом городе один из пяти рабочих дней в неделю в зависимости от конечного символа вашего номера. Но все это не касается нашей электрички. Наша электричка может ездить где хочет и когда хочет. Никакие запреты нас не трогают, у нас нету налогов, у нас нету штрафов за въезд в город. И на самом деле для полноценного доминирования над всеми обычными машинами нам не хватает только того, чтобы гаишников запретили нас штрафовать за превышение скорости. И тогда мы сможем просто рулить этим миром. Так, господа, давайте посмотрим, что у нас случилось за наш день. Мы проехали 50 километров всего лишь, но при этом наша машина использовалась 3,5 часа. И у нас осталось чуть более половины заряда батареи. Так что сейчас мы попробуем подзарядиться на всякий случай, чтобы нам где-нибудь посреди города не встать. Так, у нас есть машина, у нас есть зарядная станция. Открываем нашу морду. Вот две наши розеточки, про которые мы говорили. Зарядка для домашней медленной зарядки и промышленная розетка для скоростной зарядки. Сейчас мы ее соединим. Возьмем вот это вот устройство для убийства инопланетян. И вхерачим вот сюда. Получилось? Так, оплата. Давайте попробуем через интернет. Нет. А так? Нет. У нас есть QR-код. Мы попытаемся его засканить. Так, качаем приложение на iPhone. Приложение доступно в русском Apple Store, что очень-очень и очень приятно. Открываем приложение. Зарядиться. Так. Все. Нужно выбрать марку машины, и нашей машины здесь нет. Собственно, что нужно сделать-то хрен, поднимем. Я ничего не понимаю, на самом деле. Нет, разъем подошел, значит, оно поддерживает. Нам, блин, нам нужно зарегистрироваться во всем этом днище. Ты уверен, что это вообще тач-панель? Ребята, чтобы вы понимали, мне кажется, нам надо отсюда вопить. Зарядка отменяется. Это сломанный аппарат. Нам он не подходит. Так, ничего не вышло, не беда, мы спокойно. Спасибо. Да, ладно, поехали отсюда. А, кстати, стой, иди сюда. Мы не первые. Не мы одни такие умные. Попытка номер два. Сейчас мы приехали к салону БМВ. Нам любезно подсказали, что нам нужно повернуть налево, и где-то здесь мы найдем электрическую зарядку. А где? Он просто сказал валить отсюда. Ну, там все зарядки были заняты, так что. Проехали. Да я вижу, что вы проехали. Ты видел поворот направо? Это мы едем на зарядку, у нас 100 километров в запасе. Опять нет, у нас бы 20-ка оставалась. И просто любое движение в сторону, минус километр. Так. Что, это сквозь дома? Или тут тоннели под домами? Что это? Это кротовые норы. Так, через три получаем. Раз, два, три. Вот тут вот, наверное, вот. Я говорю, это дичь полная. Только тут должна быть прямая дорога, и она за стеной. Судя по карте, нам прямо. У меня для тебя плохие новости. Да куда она не доводит? Не там. Да это, блин, чей это гараж? Ты видишь? Слева ловит. Что? Что? Куда смотреть? Да никуда, тут нету зарядки. Что? Ты просто нас дрочишь. Попытка номер четыре. Ищем зарядку с помощью стандартной навигации. Как вы видите, вокруг. Вокруг? Сюда нас привела именно эта навигация. Она считает, что в этом доме, вот в этом доме есть зарядка. Возможно, у этого замечательного человека она и есть. Нам к ней не пробраться. Поэтому попытка номер четыре или номер пять, я уже сбился за счетом. Мы выбираем другую зарядку. Спустя примерно час поисков, из пятой попытки, мы нашли замечательного человека, который нас зарядит. Короче, будущее печальное, ребята. О, снова пистолет для убийства инопланетян. Проще заправить 10 бензиновых машин, чем одну электрическую. Слушай, вон вон. Да. Мы будем заряжаться 40 минут, чтобы, как по заявлению производителя, получить наши замечательные 80% заряда. И крест. Ой, ребята, гибло это дело, я вам говорю. В общем, цена в автомате 1,8 юаней. Но чтобы чувак тебе помог это сделать, тебе нужно заплатить 2,5 юаней. Да, там написано 1,8, а он нам продает за 2,5. Бизнес. На данный момент у нас показывает 39%, и заряжаться мы будем ровно 40 минут. И посмотрим, сколько у нас потом будет электричества. В общем, заправщик наш сказал, что за 40 минут у нас не зарядится 80%, как об этом заявляет производитель. Он нам сказал, что мы получим максимум 60% в лучшем случае. Так это или нет, узнаем через 40 минут. Господа, так как мы выехали на работу только в 12 часов дня, будем считать, что нас гипотетически уволили, потому что мы банально не нашли там зарядки. Но зато мы нашли гораздо более подходящее место для нас. Это место, в котором мы теперь будем работать гипотетически. Имеет замечательную станцию зарядки, на которой мы будем заряжать нашу машину еще 40 минут. И это, господа, успех. Итак, товарищи, наша зарядка подходит к концу. Осталось ровно 20 секунд. И что мы видим? За 40 минут наш заряд с 40% поднялся до 71%. Хотя производитель обещал нам все 80%, причем с нуля за те же 40 минут. Соответственно, нас с вами налюбили. Причем налюбили весьма так неплохо. Живите с этим. Тем не менее, тем не менее, эти 70% позволят нам спокойно доснять наш обзор, эксперимент, добраться до дома целыми и невредимыми. Мы надеемся. Так, ребята, зарядка завершилась уже примерно минут 10 назад. Теперь мы пытаемся отсоединить пистолет. Нельзя просто взять и зарядить электромобиль. Должно нажиматься. Не нажимать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Проблема на самом деле не в нашей машине, а проблема в том, что пистолет сломан. Мы закончили нашу гипотетическую работу, нашей гипотетической должности слесаря-механика непонятной станции. И теперь мы едем кушать, потому что жрать хочется даже не гипотетически, а вполне себе по-настоящему. Знаете, вот чего-то... Сними вот здесь вот эта вот дурацкая штука на самом деле. Как она называется? Колесико переключения передач. Мне оно не нравится. Мне не хватает под рукой такой, знаете, как... О, братан, спасибо. О, вот теперь оно. Теперь мне хорошо. Теперь рука лежит на своем месте, все отлично. Вот эти вот дурацкие шайбочки, они должны идти в комплекте с бутылкой. Итак, как видите, за окном у нас совсем не кремниевая долина. Что касается движения данной машины в городском трафике, в таком более-менее плотном, типа пробки. В любой машине за рулем в пробке ты явно не получишь удовольствия. Это прям 100%. Тут дело не совсем не в Роеве, не в Евро-Х5, а просто потому, что пробка это ужаснейшее изобретение нашей цивилизации. С другой стороны, РХ5 сделает все, чтобы времяпрепровождения в ней было для вас приятным. Во-первых, у нас есть вполне себе хорошая музыка за наши деньги. У нас есть воздухоочиститель в машине, для того, чтобы выхлопные газы других участников движения нам не пахли и не вредили нашему здоровью. Более того, есть в этой машине вещь, в которую можно залипать просто месяцами. Это приборная панель. Приборная панель, на которую можно вывести навигацию. На это на самом деле просто можно смотреть и любоваться. Это очень классно. Плюс, данная панель меняет свое световое оформление в зависимости от режимов движения машины. Вот смотрите, сейчас у нас режим Normal. Я его переключаю в ЭКО. Видели? Все подсветилось синим. Все у нас стало синенькое и красивенькое. Теперь перейдем снова в Normal и в Sport. Все загорелось огнем и мы тут же сможем наваливать. Несмотря на то, что наш разгон до сотни составляет целых огромных 12 секунд, в движении по городскому трафику это не вызывает никаких проблем. Потому что машина в режиме Sport подрывается быстро, весело. И главное успеть нажать на педаль тормоза, чтобы не влететь в автобус, который едет перед тобой. Здравствуй, автобус. По поводу, ребята, вот этой вот всей панели. Выполнено это все просто классно. Смотрится красиво. Работает не так красиво. Работает с откровенными лагами. Медленно. Чтобы попасть в музыку, нужно нажать на кнопку Home. Потом на вот эту непонятную шнягу. Потом в этой непонятной шняге нажать на вот этот маленький значок. Потом в нем выбрать свой телефон, который сейчас, кстати, не подключен, потому что мы отключим Bluetooth. Итак, мы включаем Bluetooth на телефоне. Сейчас его должен увидеть. Братан, братишка. Включи Bluetooth, пожалуйста. Ладно, можно включить Wi-Fi и выключить. Так, хорошо. Все, есть. И это все, несмотря на то, что этот телефон уже был спарен с этой машиной. То есть та же проблема, что и в Trump's JGS8. Каждый раз, когда мы садимся в машину, нужно тратить огромное количество времени, чтобы просто подключить телефон и включить нашу музыку. Затем климат-контроль. Климат-контроль есть. Работает. Смотрите, если мы хотим повысить температуру, то мы делаем вот так. Точнее, понизить. А если мы хотим повысить, то мы делаем так. Видите, где мой палец? Магия, ребята. Но в целом это все работает и работает вполне себе приемлемо. Так что тут огромное количество настроек, которые мы вам все показывать не будем. Потому что это не шибко весело и интересно. И на самом деле мы просто во всем этом не успели разобраться за один день пользования машиной. Но на данном этапе это однозначно уже очень красиво и очень добротно. Смотрите, товарищи, как я уже сказал, приборка просто великолепна. На данный момент она показывает нам просто все, что нам нужно. Она показывает нашу скорость, нашу загруженность нашего электромотора. Она показывает ограничение скорости на данном участке дороги и через сколько будет камера. Вот тут я нажал случайно дальний свет, она и это показала. И здесь у нас полностью вся навигация с названиями дорог, с поворотом. Вот здесь она даже показывает трек, который мы сейчас слушали, температуру за бортом и время. Это просто неимоверно информативная и красивая приборная панель. И еще раз хочу, чтобы вы посмотрели вот на вот это. Переключение в режим нормал, а теперь в спорт. Просто великолепно. Вот Майкл Бэй, вот посмотри сюда. Вот это лучше, чем твои трансформеры. Это просто замечательно. Товарищи, благодаря тому, что у нас электрическая машина, в которой нету бензинового двигателя, у нас в свою очередь появляется огромное лишнее пространство в морде машины, которое инженеры Роевы превратили в багажник. На сайте компании есть фотографии, где этот багажник используется для перевозки дрона. Смотрится это крайне футуристично и классно. Но на самом деле, давайте подумаем вместе, сколько всего можно положить в столь обособленный багажник. Там можно спрятать сюрприз для любимой девушки, там можно перевозить контрабанду, там можно вообще ввозить все, что угодно, можно сделать мини-бан. Но самое правильное использование этого багажника мы вам сейчас продемонстрируем. Вот, собственно, наш багажник. Чтобы к нему попасть, нужно открыть капот, затем открыть собственный лючок багажника, и вот он наш... Сука, почему он никак не держится? А, стопэ, стопэ, ребята, все предусмотрено. Все есть. Просто вот так, вот так, вот так. И куда? Допустим, вот сюда. Итак, товарищи, лучший способ использовать этот багажник, это перевозить мусор. Смотрите, ведь это идеально вписывается в концепцию эко-мобиля. Вы отдыхаете на природе, потому что вы ее любите, вы ее бережете, у вас эко-мобиль. Соответственно, весь мусор вы заберете с собой. Но везти его в салоне будет крайне неприятно, потому что это мусор, он воняет, пахнет и все такое. Поэтому мы убираем его в его собственный багажничек, закрываем этот багажничек, закрываем капот и благополучно забываем про него на три недели до того, как он не завонялся. Несмотря на наличие столь великолепного багажника впереди, у нас есть еще и стандартный обыкновенный багажник сзади автомобиля. Его объем примерно 500 литров. И также вы можете откинуть сиденья второго ряда и получить тысячу с лишним литров объема для перевода всевозможной шняги, которая не воняет. Второй ряд, в принципе, вполне стандартный. В нем вполне достаточно места. Вот в данный момент я сижу сам за собой, как всегда. К нашим удобствам здесь есть подлокотничек, приятная кожица и отличная панорама. На данных сиденьях спокойно разместятся как взрослые люди, так и дети в специальных креслах, благо из-за фиксы есть наличие. В ERX-5 мы можем открыть панораму практически с любого места в машине, благодаря функции голосового помощника. Технологии, скажете вы. Скажу вам да. Я. Вот такая умная электричка. Вот и подошел к концу наш эксперимент с электромобилем ERX-5. За этот день мы съездили на работу, отработали, подзарядились, съездили покушать и вернулись домой. При всем при этом мы проехали 100 с лишним километров. И сейчас на заряде осталось еще 100 в запасе. Тем самым мы выясняем, что если бы даже мы не были на подзарядке, нам бы все равно хватило полностью заряда, чтобы вернуться домой. Соответственно, машина абсолютно пригодна для ежедневного использования в таком мегаполисе, как Пекин. Большое спасибо, что вы провели с нами этот день. Оставайтесь с нами. Дальше будет еще интереснее. Субтитры подогнал «Симон»!